26 января в последний путь провожали ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалера Ордена Леона Артура Николаевича Канджария. Артур Канджарий родился в 1940 году в селе Бзыб Тагагарского района. После окончания средней школы он поступает в Воронежский лесохозяйственный институт. Окончив его, в течение пяти лет работал в Кимерово, затем возвращается в Абхазию. Артур Канджарий горячо любил свою родину, был одним из тех, кто составлял костяк активистов национально-свободительного движения абхазского народа в Кагарском районе. Он открыто противостоял политике грузинского национализма. В 1992 году, когда над Абхазией нависла угроза, Артур Канджарий встал на ее защиту. Его примеру последовал и его сын Ахра, который сложил голову за свою родину. За героизм проявлены в ходе Отечественной войны народы Абхазии. Артур Канджарий награжден Орденом Леона. После окончания войны Артур Канджарий продолжил служить своей родине. На протяжении долгого времени работал в Министерстве обороны Республики Абхазия. Артур Канджарий прошел нелегкий жизненный путь. Пережив потерю сына, он смог найти в себе силы не просто жить, но и быть полезным своему народу. И сложно было представить, что такого человека что-либо могло сразить, но коварная болезнь дала о себе знать. Ушел от нас великий патриот своей родины, друг, муж, мужчина с большим именем. Что по делу? Время не жалеет никого. 76 лет для мужчины абхазца, это не возраст считалось. 50-60, только в семью вступали. Но годы проведенные, годы мужественные, годы трудные. Сказались, естественно, Артур Николаевича. Вы можете гордиться своим отцом, своим дедом. Обязательно. Я очень уверен и убежден, что последуйте его примеру. Артур Николаевич в жизни перенес очень много невзгод. Позади у него остались страшные годы войны отечественной в Великой. Страшные годы войны отечественной в Абхазии. Потери единственного сына в Абхазии здесь. Потери племянника родного. Время, тяжелые годы, не пожалели его. В конце, я думаю, что он обрел какое-то спокойствие, какое-то стабильность. Но, увы, вот сердце остановило. Светлая память нашему другу. Память о славном сыне своего народа, Артуре Николаевиче Канджаре, будет жить вечно как в сердцах близких, так и знавших его людей. Наверное, очень редко, когда женщины говорят «Последний год своим близким, родным». Но я не могла не сказать, не попрощаться с этим замечательным человеком. С 81-го года прошлого века я знаю эту семью. Его младший сын Ахриц сдружил, породнил нас. И вот с тех пор мы очень близко общались с семьями. Эрудированный, воспитанный, грамотный, бесконечно преданный своей родине и своему народу, он был человеком с большой богатой. А сколько в нем было юмора, сколько радости и оптимизма к жизни. И я думаю, что память о нем надолго-надолго сохранится в сердцах тех, кто узнал его и любил. А кровь его будет жить и продолжать жить в этой жизни.